Мы продолжаем вас знакомить с новыми интересными проектами. Рядом со мной представитель эксклюзивного интересного проекта. Давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Корецкий Дмитрий, я менеджер проекта «Едим лучше». И мы занимаемся продвижением растительных альтернатив. У нас достаточно такой уникальный проект для России. Мы поддерживаем производителей растительных альтернатив, таких как, допустим, растительное мясо, растительное молоко, растительные яйца. Делаем статьи, касающиеся рынка, исследования. И сюда мы пришли, чтобы познакомиться с новыми какими-то производителями, про которых мы не знаем, а также послушать других экспертов на конференции, узнать их мнение. Также, скажем вам, посмотреть наши ролики. У нас было много производителей альтернативных продуктов питания, и мяса, и молока, и так далее. Расскажите, как эксперт, как продвигается рынок в России, он летит стремительно ракетой, или все-таки такие продукты питания не очень быстро внедряются в рацион? На самом деле удивительно, но одно из наших последних исследований говорит о том, что за период пандемии количество людей, которые потребляют периодически, с разной интенсивностью растительные альтернативы, выросло в три раза. То есть это примерно 30% опрошенных говорили, что они хотя бы раз употребляли либо растительное молоко, либо растительное мясо. И, естественно, рынок имеет огромный потенциал, развивается, как говорится, штамп такой семильными шагами, но, тем не менее, это и происходит. Даже здесь на каждой какой-то выставке встречаются новые производители, которые, не знаю, делают растительное полностью мороженое, растительные фарши, мясо. И вот здесь впервые я попробовал полностью растительный кефир, от нового бренда растительные йогурты. Также здесь несколько брендов представили растительное мясо, которые не были еще представлены на рынке, поэтому для меня эта конференция оказалась достаточно интересной. Это здорово. Буквально пару слов, может быть, про тенденции, которые нас ждут, наверное, в следующих годах. Может быть, ваши прогнозы по потреблению альтернативных продуктов? Ну, учитывая, что у нас даже Совет по правам человека продвигает, скажем так, делает определенные направления в сторону того, чтобы помогать производителям растительных альтернатив, поскольку это очень важно с точки зрения негативных климатических изменений. Потребление растительных продуктов помогает снизить негативные климатические изменения, поскольку, как известно, мясо и другие животные продукты, в целом животноводство является третьим по... ну, на третьем месте по причинам, влияющим на климатический кризис. Поэтому эти тенденции будут только развиваться, растительные альтернативы будут становиться все доступнее, появляться в масс-маркете, ну, и количество брендов, и количество видов будет становиться все больше и больше. Замечательно. Вроде отличная перспектива нас ждет. Спасибо вам большое за вашу работу и удачи на нашей выставке. И вам спасибо за интервью. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok